На портал Экзегет поступил вопрос. Почему в книге Бытие первая глава говорится «И сказал Бог, и создал Бог, и сотворил Бог?» А стих 26 говорит «И сказал Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. К кому обращается Бог? К ангелам и зачем?» Это очень хороший, тонкий и подчеркивающий качественное наблюдательное отношение к тексту вопрос. И на самом деле это действительно тема, которая нуждается в отдельном обсуждении. Если говорить коротко, то с одной стороны в экзегезе, в толкованиях этого отрывка, возникает, ну скажем так, две темы. Безусловно, например, в рамках иудейской экзегезы этот фрагмент рассматривается как безусловно предельно плоско-монотеистический. Говорится о одном конкретном Боге, который является актором, является действующим лицом. Однако же, при всем при том, если единственное число того имени Божия, которое употребляется здесь в тексте, звучало бы как «элах», то есть «бог», то в тексте, ввиду некоторых особенностей, звучит «элахим», мы слышим окончание множественного числа, что по идее должно бы звучать как «боги». Что странно, потому что к этому наименованию, как раз «исказал Бог», «исделал Бог» всегда относится глагол единственного числа. То есть в прямом бы переводе это звучало как «исказал Боги», «исделал Боги». И здесь встает определенная экзегетическая проблема. Почему такое странное словоупотребление? Христианские экзегеты считают, что в этом фрагменте мы видим прикровенное указание на тайну лиц Святой Троицы, что то, что не было открыто как учение, например, Моисею, было, тем не менее, заложено внутрь текста, к тому, чтобы потом, в период действия Святого Духа в мире, то есть в период бытия Церкви, это учение открылось. При этом, однако, мы не должны забывать, что Ветхий Завет, правильно сказать, библейский иврит, имеет одну своеобразную форму, так называемое множественное число величия. То есть, желая передать какую-то экстраординарность упоминаемого, какую-то его особенную значимость и знаковость, библейский иврит предполагает, что можно взять упоминаемое существительное не в единственном числе, а в множественном, желая как бы преумножить, превознести. Ну, как, например, часто слово «премудрость» относительно премудрости Божьей в Ветхом Завете тоже звучит в множественном числе, то есть в прямом бы переводе должно звучать как «премудрости», однако мы переводим это в единственном, то есть имеем в виду форму «множественное величие». Поэтому упоминание, которое мы можем видеть как прикровенное о Святой Троице, параллельно мы можем рассмотреть и в контексте определенной специфики слова «употребление». Но тот стих, на который сделан акцент, а именно 26 стих первой главы, дает нам более конкретное видение. Давайте обратимся к этому фрагменту. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину, и женщину сотворил их». Во-первых, мы видим, как здесь формы, скажем так, меняют одна другую. «Сказал Бог, сотворим» и «сотворил Бог». То есть он обращается к кому-то, но творит, является актором, деятелем, является сам. Повторюсь, что, например, в рамках иудейской экзегезы достаточно часто мнение, что Бог здесь собеседует с высшими ангельскими чинами. Что, однако, в общем-то, не подтверждается никаким соответствующего вида библейским текстом. То есть нигде в Священном Писании мы не встречаем тезиса о том, что Бог ведет подобного рода диалоги. Более того, мы понимаем, что Богу никто не сотворец, никто не помощник, никто не поспешник в его трудах, «Он единственный творец всего сущего». Об этом будет говорить святитель Василий Великий. Он заметит, это как слабое место иудейской экзегезы. Он скажет, неужели кузнец, сидя у себя в кузнице, сам с собою или с предметами, которыми он работает, будет вести открытый диалог? Неужели он просто не возьмет и не сделает то, чего задумал? Абсолютно молча. Вот так же и Бог. Неужели, пусть со сколь высоким творением бы он не взаимодействовал, будет общаться с ним на предмет грядущего продолжения творения? Конечно, нет. Потому что, повторюсь, никто ему не помощник. И вот этот фрагмент более однозначно указывает на ту самую прикровенную тайну Святой Троицы, явленную в тексте книги Бытия. Если «Элах», «Элахим» — это тема, которая может быть рассмотрена как в соответствующем богословском ключе, так и в вопросе конкретного словоупотребления и особенностей языка, то здесь, конечно, уже ни о каких особенностях языка речи не идет. И Бог говорит «сотворим» по согласному мнению святых отцов внутри так называемого Совета Святой Троицы, который, кстати, в христианском искусстве получит очень конкретное зримое выражение. Это та самая всем нам прекрасно известная икона преподобного Андрея Рублева, так называемая Троица Ветхозаветная, которая, с одной стороны, восходит к сюжету гостеприимства Авраамова, но, с другой стороны, в отличие от всех подобных же икон, мы не видим на ней ни Авраама, ни Сару, ни каких-то конкретных деталей, подчеркивающих этот сюжет. Там в молчании присутствует взаимодействие трех лиц, которые на самом деле, по мысли преподобного, и являют идею предвечного Совета. Поэтому, отвечая на вопрос, безусловно, с христианской точки зрения здесь не идет речи о общении с ангелами или любыми другими сотворенными существами. Бог не разговаривает здесь с элементами творения. Он ведет диалог внутри самого себя. И не с одним самим собою, а внутри лиц Святой Троицы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok